В Чбоксарах официально открылся Центр временного содержания бездомных животных. Вокруг этого вопроса было сломано немало копий. И вот решение, которое сегодня устроило, если не всех, то многих. Активисты-зоозащитники из благотворительного фонда взяли на себя определенные обязательства. В этом центре собаки будут не просто содержаться какое-то время. Им будут делаться прививки и операции по стерилизации. Сколько сейчас находится собак в Центре передержки, как они содержатся в нашем репортаже. Иди ко мне, иди мой хороший, иди мой хороший, кто тебя выкинул. Почти три недели назад в Центре передержки бездомных животных появилась первая собака. Сейчас их около 20. Взрослые собаки уже вакцинированы, чипированы и прошли стерилизацию. Этих щенков буквально накануне принесли в коробки. Сейчас они находятся в вольерах карантинного блока. Чтобы щенки не мерзли, на полу уложили резиновое покрытие, солому и теплое одеяло. Мы не можем их не взять, мы не можем их выкинуть, оставить на улице, на голоде, на холоде. Поэтому, конечно, без заявки, мы как-то пытаемся, скажем так, это оформить. Но мы не можем, мы в любом случае любую собаку, любого щенка, если нам привезут, мы от него никогда не откажемся. А этот пёс, как только увидел людей, сразу оживился. Рассказывают, что он очень скучает и готов общаться с каждым человеком. Насердие по отношению к братьям нашим меньшим свойственно большинству людей. Участники церемонии открытия тоже не остались равнодушными. У них уже появились любимчики. Теперь думают над тем, куда бы пристроить бездомных животных. Приехали, потому что действительно проблемы есть. Но в городе есть очень много людей, которые хотят помочь бездомным, бродячим животным. Здесь находятся только собаки. И, конечно, вот это желание помочь мне очень симпатизирует. Я считаю, что всем, кто любит животных, должен присоединиться. На создание центра передержки зоозащитники останавливаться не собираются. Естественно, невозможно пристроить все 100% животных, которые придут. Какую-то часть придется выпускать. Мы надеемся, что нас в государстве и правительство поддержат в этом плане. И как-то выделят землю, какие-то, может быть, средства на строительство приютов. А пока обитателям центра передержки нужна помощь людей. Корма, теплое одеяло, лекарства, посуда и ошейники. Татьяна Молкова, Игорь Зверев, Республика.